Водитель не справился с управлением и машина несколько раз перевернулась. Правоохранители рассказали подробности ДТП на трассе в Челябинской области. Сообщается, что шофер получил травмы. Есть фото того, во что превратилась его машина после аварии. Снимки покажем в нашем сюжете и расскажем о других дорожных происшествиях. На кадрах перевернутый автомобиль марки «Черри». Машина слетела в кювет на автодороге Троицк-Степное. По данным полиции, легковушкой управлял 42-летний мужчина. По предварительным данным, он не справился с управлением на трассе. Ему повезло, что он не получил тяжелых травм. Пострадавшему назначили амбулаторное лечение. В Усть-Катаве произошло ДТП, которое могло повлечь за собой опасные последствия. Грузовик врезался в опору линии электропередач и влетел в один из домов. В момент удара из машины выпали баллоны с газом. Их автомобиль эвакуировали спасатели. Работать пришлось аккуратно, чтобы избежать взрыва. Никто из жителей дома, в который влетел грузовик, не пострадал. А вот водитель и пассажир транспорта госпитализированы. Человек, который сидел рядом с шофером, был в каске. Это уберегло его от тяжелых травм. А в Златоусте пьяный водитель скрывался от сотрудников ГИБДД и устроил аварию. По данным следствия, владелец «Мерседеса» был в состоянии алкогольного опьянения и принялся уезжать от стражи порядка. Однако скрыться не удалось. Машина нарушительно врезалась в Рено, а потом отлетела в гараж, где была припаркована Лада. Нарушитель не пострадал, а вот транспорт, который он разбил, предстоит ремонтировать. Это ДТП тоже произошло в Златоусте. По предварительным данным, виновником стал пьяный водитель на Киа. Когда он подъезжал к светофору, не успел затормозить и врезался в Тойоту. В результате столкновения пострадала пассажирка, виновника аварии. Машина такси перевернулась на автодороге «Меридиан». Это последствия ДТП. Предварительно водитель не справился с управлением. Сотрудники ГИБДД выехали на место для выяснения всех обстоятельств. А в Челябинске на Свердловском проспекте иномарка столкнулась с пазиком. ДТП случилось возле остановки. В результате удара помялся бампер легковушки и разбилась фара. О состоянии водителя данных нет. На Новоградском тракте одну машину развернуло после ДТП. Судя по кадрам с последствиями аварии, внедорожник протаранил Рено. Кто кого не пропустил, предстоит выяснить дорожным полицейским. Мотоциклист едва не попал под колеса легковушки, которая резко выехала слева. Байкер рассказывает, что его скорость была около 50 км в час. Но водитель на Ладе решил не пропускать мотоциклиста и начал движение. Из-за этого байкеру пришлось применить экстренное торможение. К счастью, он не потерял управление. Не посмотрел вперед и в итоге врезался в легковушку. Эта авария произошла под мостами в Ленинский район. К счастью, удар был не сильный. Вот только из-за ДТП на данном участке образовалась пробка. В эту машину прилетел огромный железный лист. Сначала водитель думал от встречной машины. Но оказалось, что это деталь от дорожного моста. Видимо, ее сорвало ветром. Теперь мужчина ищет очевидцев происшествия и уже обратился в ГАИ. Машины уходят под землю. Жители Коркина жалуются на плохую дорогу. Перед пешеходным переходом на улице Центральной машина провалилась в огромную яму. Водителю пришлось вызывать дорожных полицейских.